здравствуйте меня зовут дмитрий в целом мария я тренер большого международного конного клуба продар сегодня я расскажу вам как справиться с эмоциями если на тренировке что-то идет не так на тренировках часто бывает что лошадь себя чувствует прекрасно она настроена работать она очень хорошо себя ведет и отвечает на все даже может быть не очень точные команды всадника а иногда бывает то что человек все делает верно но лошадь по каким-то своим причинам все равно может его не слушаться в таких ситуациях бывает то что у всадника появляются негативные эмоции такие как злость по отношению к лошади по отношению к себе огорчение и главная задача в таких ситуациях не зацикливаться не усугублять эти эмоции внимательнее слушать тренера внимательно слушать его команды стараться их правильно выполнять если что-то непонятно нужно обратиться за помощью к тренеру уточнить какие-то вопросы которые непонятны всегда нужно понимать что тренер тоже хочет помочь он тоже хочет хорошую тренировку то что лошадь себя не очень хорошо ведет никогда не надо воспринимать это на свой счет лошадь не должна нам хорошо себя вести не должна нас катать то что она нас возят и и участвует в соревнованиях она наш партнер это большое одолжение лошади для нас поэтому нужно это ценить и уважать ее желание уважать ее какое-то настроение и стараться о ней заботиться поэтому мы не должны как-то на лошадь злиться мы должны выяснить причину что с ней и как мы можем это исправить также на тренировке могут быть разные ситуации могут произойти падение этого не нужно напугаться потому что через это проходит рано или поздно каждый всадник к этому также невозможно подготовиться потому что чаще всего это происходит как раз из-за внезапности нужно относиться к падениям как к части тренировочного процесса потому что когда человек уже падал он знает что это такое и что ждать от лошади как себя вести в таких ситуациях он приобретает новый для себя опыт обучение верховой езде это достаточно длительный процесс поэтому нужно относиться к быстрому прогрессу и к не быстрому прогрессу одинаково хорошо потому что когда мы только начинаем заниматься нам кажется что мы быстро всему учимся нас быстро быстро все получается а потом может прогресс немножко замедлиться это нормально это происходит с каждым всадником какие-то вещи мы понимаем быстро какие-то медленней у всех всадников это разные вещи разные упражнения и нужно понимать что это нормально набраться терпения и терзать